В этот вечер в Брестском городском центре культуры не просто встреча, не только концерт. Творческие люди, эксперты и гости студии, из которой велась прямая трансляция, объединились, чтобы донести главное. Только вместе можно противостоять глобальным угрозам и эпидемиям, одной из которых является ВИЧ. У нас в области сегодня 1746 человек, которые подтвердился диагноз этого заболевания, и они живут сегодня. Поэтому 1436 получает терапию, потому что, чтобы жить, надо получать терапию, она продлевает жизнь. И те лица, которые принимают терапию ежедневно, они живут, как все наши граждане Республики Беларусь, долгую жизнь. Поэтому мы призываем ВИЧ-инфицированных пациентов прийти в поликлинику и получать лечение, потому что мы должны охватить лечением до 2025 года хотя бы 95% тех, которые мы выявили. Задача найти всех пациентов, которые живут с этим заболеванием. Поэтому мы обследуем в течение года по области до 200 тысяч человек. И темпы обследования мы не снижаем, чтобы выявить всех пациентов, которые могут быть. К сожалению, если пациент не знает, что это заболевание, он может заражать окружающих лиц, эта цепочка может длиться, мы должны ее разорвать. Каждый год в нашем городском центре культуры уже по давней традиции проводятся мероприятия, приуроченные этой теме. Здесь у нас ежегодно выставляются картины работ участников конкурса рисунка, учреждения образования города Бреста лучших. Сюда же на наше мероприятие мы приглашаем специалистов Центра эпидемиологии, которые знакомят наших ребят с теми вопросами и вообще с этой проблемой по СПИДу. Так как, к сожалению, не только среди детей, подростков, но и взрослых есть очень много вопросов, которые надо решать и о которых надо говорить. В этом мероприятии участвуют и наши артисты, которые полностью поддерживают тему борьбы со СПИДом. Только за 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 14 случаев ВИЧ-инфицирования, а за 25 лет статистика называет цифру в 363 случая, и это только в Бресте. Способы передачи самые разные, основные – половой и через шприц. А потому на встрече открыты, в деталях обсуждали вопросы, связанные с распространением диагностикой и лечением ВИЧ-СПИД. Желающие могли сдать анонимный тест, поучаствовать в викторине и узнать важную информацию. К сожалению, ВИЧ-инфекция сегодня никуда не ушла. Если брать нашу Брестскую область, то у нас за все годы наблюдения выявлено 2348 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе в Бресте 363 случая. Поэтому мы напоминаем нашей молодежи, что надо правильно себя вести, соблюдать моральные ценности, то есть супружеская верность, им отказ от наркотиков, ну и отказ от беспорядочных половых связей. Мы узнали очень много, и для нас это стал хороший опыт. Я считаю, что эти люди абсолютно такие же, как и мы. Они ничем не отличаются и имеют такое же право жить свободно и спокойно. А еще они могут работать, создавать семьи, иметь здоровых детей и просто быть счастливыми. Главное – перешагнуть через свой страх, довериться специалистам и вовремя взять болезнь под контроль.